Помните анонс Snapdragon Connect? В этой сделке брендинг использовался для того, чтобы дать пользователям понять, продукт создан для использования технологий, обеспечивающих быстрое и надежное соединение. Ну, просто теперь оно распространилось в космос. Да, все так. В открытом космосе спутники вращаются вокруг Земли, чтобы выполнять различные функции. А Qualcomm сотрудничает с Eridium, чтобы обеспечить спутниковую связь для Snapdragon 8 Gen 2. Мы говорим о реальной спутниковой связи, а не только о функции экстренного вызова спасательной службы. Какие еще функции могут стать доступными, пока неизвестно. Потому что производители телефонов могут сами решать, как использовать технологию. Но Qualcomm и Eridium предоставили подробности того, что возможно, и этого более чем достаточно, чтобы вызвать у вас некоторое вполне логичное ожидание. Попробуем разобраться во всем подробнее. Нескорбитальные спутники размещаются там компанией Eridium, чтобы их можно было использовать для обычной двусторонней связи. Направив, например, антенну спутникового телефона прямо в небо, вы можете в любое время связаться с любым человеком, у которого есть телефон, или отправить ему текстовое сообщение. В рамках инициативы Snapdragon Connect Eridium и Qualcomm объединились, чтобы внедрить возможность обмена сообщениями процессоры Snapdragon. Это намного лучше для пользователей, чем одна компания-производитель телефона, который может использовать спутниковую связь или ретрансляцию, как это предлагает Apple в новейшем iPhone. Но это будет и намного дороже. Идея состоит в том, что такая возможность заложена в чипе. Сейчас только в Snapdragon 8 Gen 2. Но можно ожидать ее появления и во всех будущих высокопроизводительных чипах Snapdragon. Если производитель телефонов не хочет ее использовать, он просто ничего не делает. И это ничего не стоит покупателям. Если не считать обусловленного этим незначительного повышения цены чипа. Если производитель телефонов заинтересован в использовании этой функции, вот, например, Samsung, естественно, уже в деле, он все равно просто ничего не делает, пока мы не захотим ей воспользоваться. Она, вероятно, будет совсем чуть-чуть разряжать батарею, пока не используется. Но это будет даже незаметно. По сути, она просто занимает место внутри телефона, ничем себя не выдает. Все становится более интригующим, когда нам приходится его использовать. Убедитесь, что вы можете видеть небо, если вы пользователь телефона со спутниковой связью. В приложении, которое вы обычно используете для этого, введите сообщение. Чтобы отправить его, направьте телефон на небо. Вот и все. Вы можете отправлять текстовое сообщение кому угодно, потому что у Iridium есть технология, позволяющая преобразовывать то, что вы отправляете через спутник, в то, что можно отправить, как и любой другой текст, любому, у кого есть устройство, способное его получить. Вероятно, будет какая-то экранная функция для выравнивания, которая поможет вам наилучшим образом направить телефон. Но вам не придется долго ждать, пока что-то получится. Хотя эта функция кажется фантастической, и мне самому не терпится ею воспользоваться, у нее есть два существенных недостатка. Она не будет дешевой, а использование спутниковой телефонной связи – это тот еще опыт. Его не следует использовать в качестве реальной альтернативы вашему текущему сотовому оператору. Впрочем, она и не должна быть такой. Цена – это первый вопрос, и для большинства из нас главный. И мы не знаем, как эта функция будет работать. Qualcomm не участвует в этом обсуждении. Это остается строго между производителем телефонов Iridium и вами. Так должно быть. Производитель чипов просто дает функции возможность работать. Можно ожидать появления пакетов на определенное количество сообщений за символическую плату, скажем, 20 долларов в месяц. Если вы превышаете лимит, вы переплачиваете, как всегда и было у вашего оператора. Вероятно, будет несколько вариантов пакетов. Можно ожидать раздачи бесплатных пробных периодов в качестве добавки при покупке дорогого нового телефона. Время покажет. Другой недостаток заключается в том, что вы никогда не станете использовать спутниковую связь в качестве единственного способа отправки текстовых сообщений. Это не лучший опыт. Сейчас все, кто пользовался спутниковым телефоном, вероятно, согласно закивали. Когда вы отправляете сообщение, существует заметная задержка между тем, когда вы это делаете, и тем, когда другая сторона получает его и наоборот. Вы не можете решить эту проблему с помощью аппаратных средств или внешних антенн. А в некоторых случаях она делает голосовой вызов практически невозможным. Поэтому нет ничего плохого в том, что не предлагается спутниковое голосовое покрытие. С текстовыми сообщениями все лучше. Но забудьте о таких вещах, как, например, уведомление о том, что кто-то печатает вам ответ. Или мгновенное уведомление о том, что ваше сообщение было просмотрено. Этого не происходит. Вы печатаете, тыкаете телефон в небо, чтобы отправить сообщение. Ждете несколько минут и снова воздеваете телефон к небу в надежде на ответ. Это определенно отличное дополнение к любому смартфону. Оно гарантирует, что вы никогда не окажетесь без связи, пока аккумулятор заряжен. Эта функция пока доступна только для телефонов, предназначенных для Северной Америки и Европы. Но она будет работать везде. В пустыне Сахара и в Тихом океане на Южном полюсе. Возможность обратиться за помощью через спутник была лучшим дополнением к iPhone. Но еще приятнее возможность использовать телефон на Android, чтобы сообщить близким, что вам не нужна помощь и вы хотите просто поздороваться. Субтитры создавал DimaTorzok